Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Более десяти лет не стел за рулём. Сейчас срочно понадобилось машине, и я приобрёл автомобиль. Как выяснилось, я боюсь водить. Раньше гонял, как угорел, и теперь не могу даже прибрагаться нормально возле дома. Неужели это фобия? Или фобия? Ну, я предпочитаю называть фобией. Не факт, что у вас фобия. Дело в том, что фобия, вообще говоря, не возникает на ровном месте. Вот у фобии есть всегда основание. Есть изначальный эпизод, когда, в общем-то, ну эпизод как бы с которого фобия, собственно, началась. Вот. Поэтому, честно говоря, я не думаю, что у вас фобия. Если, конечно, с вами в, так скажем, процессе вождения не происходили какие-то неприятные вещи. Вот. Если вы не попадали в аварию, если вы не оказывались в каких-то неприятных, экстремальных неприятных для себя эпизодах. Вот. Вот если, если ничего такого не было, само собой, в таком случае, само собой, что речи о фобии не идёт. О чём речь идёт, так это больше, ну, на мой взгляд, что вы просто потеряли навык. Вот это, мне кажется, куда более реально. Ну вот, буквально. Просто взяли и потеряли навык. Почему потеряли навык? Потому что 10 лет не ездили. Это большой срок, 10 лет вообще-то. Но не ездили 10 лет. В памяти у вас сохранилось то, что вы могли ездить быстро. А навыков практически не оказалось. Поэтому я бы, я думаю, что вам нужно представить или вспомнить, как вы учились водить. И вот как-то вот немножко начать заново как бы учиться. Вот как будто вы учитесь. Заново учитесь водить машину. Вот такой подход позволит вам как раз таки преодолеть эту трудность. Ну да, и чего вы боитесь? Вот если так вот вы описываете, да, что раньше гонял как угорел, а теперь не могу припарковаться. Нормально. А не можете припарковаться-то почему? Ну, что мешает припарковаться-то вам? Вот. Ну давайте как-то попробуем разобраться с этим моментом. Это же серьёзно, это же важно для вас. Вот. Ну вот. Что? Что происходит-то? Ну, в этом смысле. Вот. Сможете, если, увидеть, что, чего вы боитесь? Я думаю, что также проблема начнет решаться. Ну, если не разберётесь сами, обращайтесь. Будем рады помочь. Желаю вам всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Редактор субтитров. Корректор пуститрова Корректор Т.Клев.